Марка 2 глава с 1 по 5 стих Толкование Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и спустили его. Посему и Господь подает ему исцеление, видя веру всех принесших или и веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего. Хотя приносимый не был верующим. И напротив, часто врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего отпускает он грехи болящему, а потом врачевает болезни. Потому что труднейшие болезни, большей частью, происходят от грехов. Как и в Евангелии от Иоанна, Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Это упоминаемый у Иоанна расслабленный, есть не один и тот же, что упоминаемый ныне. Напротив, это два разных человека. Ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый был купили овчий, а этот в дому. Тот в Иерусалиме, а сейф в Капернауме. Можно найти и другие между ними различия. Но должен сказать, что упоминаемый у Матфея, и здесь у Марка есть один и тот же. Я просто об Евангелии хотел сказать. Книги разносят книга Ноша. Есть такой роман «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. И она ходила и людям давала Евангелие. В этом царстве мрака, тьмы, заблуждений. Книга Ноша. Это редкий случай в мировой литературе, где показано, как Евангелие распространяется. И при том, не лучшие люди это делали, а которые пережили это что? Такие, как Маслова Екатерина в романе «Воскресенье Льва Толстого». Они пытались что-то где-то даже сказать. Потому что нравственность, внутренний закон совести, он побуждает людей искать лучшее. И вот здесь написано, что Евангелие. А каким образом оно попало туда? Чтобы Евангелие было на русском языке, ушли сотни лет. Наконец нашлись императоры, которые стали этим заниматься. Восстали митрополиты, епископы. Запретили переводить. И 30 лет эта реакция была. Ничего не могли сделать. Даже царь ничего не мог сделать с ними. Почему? А это идея на русский язык библейского общества. А библейское общество, там масоны все. Понятно? На какое отношение имеют масоны, когда по-русски перевести хотят? Народ тупой. Я долго искал причину, почему так противились переводы Библии на русский язык. И только в 1876 году впервые появилась Библия на понятном русском языке. Библия, почти тысячу лет Россия жила без Евангелия. А Евангелие перевозили на ослах. Его прятали. Сосуды какие-то. Чтобы там не нашли его где-то. Ни об одной книге не написано, что этим занимался ангел. А про Евангелие написано. Видел я ангела, лечащего посредине неба, держащего Евангелие. А ангел переносит Евангелие. Как к нему надо относиться? В Евангелии греческое слово означает добрая весть. Добрая. Ну какая добрая весть? Допустим, человек болел не из цельной болезни. Врачи не могли помочь. И вдруг он выздоровел. Ну что радостнее. Мать потеряла сына, без вести пропавшая. А он в госпитале лежал, потерял сознание. Не мог прийти больше года в таком состоянии был. Беспамятным. И вдруг нашелся живой. Вернули к нормальной жизни. Это благая и добрая весть. Только вот мы все потерянные. Мы больные. И Христос дал нам слово живое. Обещание. Что Он не оставит нас. Он поможет нам. Он умер за нас. Он взял грехи на себя. Он ответил за нас. Пролил кровь. Это благая такая радостная весть. Вот человек сидит в тюрьме. Приговоренный к смертной казни. И говорит, а ему все равно. Не знаю. Все равно или нет. Тут рассказывает такой случай один. Корреспондент. Пришел он знакомый с начальником тюрьмы. И говорит, я хотел написать репортаж. Что чувствуют люди, которые приговорены к смертной казни и ждут расстрела. Ну, он говорит, как ты, ты же свободный. Надо, чтобы ты почувствовал, что ты приговоренный. Ну, я не могу тебя... Ну, он говорит, ну, давай тогда оформим. Следователь сказал, оформим, что его... Здесь будут он в тюрьме. И будто приговорен за убийство и за изнасилование. Мы его посадили. Он сидит и знает, что... Пройдет сколько там, дня три, его выпустят. А он сидит рядом, вокруг такие люди, которые тоже приговоренные. Я был у таких людей. Это отдельный коридор. Отдельные офицеры. Отдельные собаки. Там в Низине. Начальник тюрьмы мне сказал, пока я начальник тюрьмы, вы никогда там лапки не будете. То есть, я хотел, но туда никого не допускают гражданских. Никак. Но у меня близкие отношения с прокурором края, генерал-лейтенантом, параскуном Юрием Федоровичем. Я пришел, а он улыбнулся и говорит, еще раз. И знаете, если завтра вы будете там. И правда, прихожу, мне двери все открыли, провели. Я зашел к тому, который трех человек убил. Я одного там убил в камере. Только тот сказал, Саша Маслищ, фамилия его. Ты неправильно вот там-то делал. Он ночью его задушил. У него ручка была, авторучка, ну, которая стержень. То он его затащил, скрыл грудную клетку, вытащил с телца, печень, в кружке все сварил и съел. Вот какие люди сидят-то. Ну, а этот-то ждет три дня. И, наконец, учится там начальника тюрьмы, вызовете. А вы разве не знаете, что случилось? Нет. Так он же погиб в автокатастрофе. А про это-то никто не знал, что он приговорен. Это нарочно. Ну, и показывает газету, смотри, его травмные рамки. Какой хороший начальник был, полковник такой-то и погиб-то. Он как взахался писать, да это неправильно, да это вот я так. Тебе говорят, мы делаем по уставу, все. И он бился-бился. Каждый шаг ночью, каждый звук. Он понимал, идут за ним, идут за ним. И, наконец-то, однажды ночью открывается камера, открывается дверь. Он смотрит, начальник тюрьмы стоит на пороге. Ну, и как? Да как, как? Ну, это специально один номер газеты издали, чтобы тебе показать. Ты прочувствовал? Он не может ответить. Он показывает зеркало, а у него полголовы белая. Посидел. Ты испытал теперь? Так вот, человек, мы все приговорены к смертной казни. И мы получили доброе известно. За нас пришел, и Христос нашел вузы. Он сам сел в тюрьму. В других странах, в Африке, у них такой есть. Попался человек за грех какой-то. Ему дали три года сидеть. А у него пять ребятишек. А брат молодой, он говорит, ну, ты за меня посиди. Тот приходит и говорит, я готов сидеть. Вот в царской армии было так, в царское время. Вот его берут в армию-то. Ну, у него дома семья, отец больной. Он договаривается с младшим братом. Младшего брата берут в армию, а он остается дома. Это в России было. Так вот это сделал Христос. Он за нас пошел в камеру. Он за нас поднят был на этот крест и был распятый. Он наш Спаситель, Господь Иисус Христос, имя Которому Любовь. И вот об этом мы считаем. С верой приносили. Те, которые несли верующие, а Он не верующий. Бог исцелял. А бывает Он верующий, а несли наоборот там. Но верующие тени и Господь все равно дает. Зная нашу немощь. Хоть вера должна быть или тот, кто молится за Него, или тот, за кого молится. Вера должна быть. На лбу Комар, сестра, поубей его. Разрешаю. Есть еще стих писания, что в Евангелии Господь говорит, что многие будут говорить, Господь, Господь, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем исцеляли, воскрешали мертвых, и однако окажутся в аду. И Он говорит, я никогда не звал вас. Отойдите к Небе, девочки беззаконные. Так, я сегодня вот хотел вам сказать, звонят кому все время? Тебе звонят в первую очередь. Ну и Ване. То есть вы чем-то похожее. Называется инфантильность. Такое слово не знаете? Да, знаю. Это человек все время остается ребенком. Просто я говорю, чтобы не звонили каждую неделю. Теперь, я сказал, говорить там не больше полминуты. Максимально это минута. Ты четко ясно ответь, все. Мы стоим на молитве, до свидания, и закрыли. Я не могу тебе показывать, что все. Никаких продолжаешь говорить. Лишаешься права разговора. По крайней мере, дня на три. Потому что нарушил правила. Я говорю, я перед тобой маящу вчера, не могу телефон отобрать. Ты в него всыпился уже как. Не надо только угрожать. А раз такое дело, а я буду еще-то... А ты тебе на пользу. Здесь не угрозы нам ничего не надо. Здесь устав, за который расписались родители. Телефоны не должны быть. Я дал, ты послушал. Они услышали твой голос. И все. Они же видят, что ты не на виселись, и не в огне горишь. Тебе понравилось вчера на костре? Ты вчера работал, как мужик настоящий шкурил. У тебя изменения-то какие положительные. И ты за это уцепись. Уповину эту резать надо. Отцепись от бабки, от матери. Покажи им, что ты заступник их будешь. Но у тебя уже должен быть выраженный мужской дух. Крепость мужская. Сказал все. Так, просьба звонить мне не каждый день. Вот это скажи им. Это не надо. Они тебя выковали по своему образу и подобию. Это называется пуповина неотрезанная. Ты самостоятельной жизнью живешь. Ты берешь новое. Не бойся ничего. Не бойся. Что тебя... Вот я маленький был, а у нас кладбище было. Вот здесь как идешь, там малина и прочее. Ну и страшно на кладбище. Если я узнал, что я боюсь, я делал тогда наоборот. Ночью, среди ночи встану один, пойду на кладбище, посижу на могиле. Нигде не бояться ничего. Там две дороги когда идти. Но одна идет по низу, а другая через кладбище. Я пойду только через кладбище. Почему? Я боялся. Я должен победить этот страх. Чтобы никогда его не было. Как Хаджи Мурат Льва Толстого. Когда он говорит, я бежал, выпрыгнул в окно, когда княжеских сыновей стали убивать. А князь там Воронцов или кто, говорит. А я думал, ты никогда не боялся. Это было последний раз. У меня было такое, говорит, когда мы воевали там с другими, там, ну там мусульманин был. Я убил его под пол, чтобы снять оружие с него. А он уже не может двигаться. И говорит, ты убил меня, а мне хорошо. Я в рай иду. Прими газоват. То есть воевать против русских. Ты меня убил, а мне хорошо. Вот запомни, это говорит мусульманин. Лев Толстой, знаток человеческих душ, он подчеркнул это. Последний раз я боялся. Последний раз я проливал слезы о глупости. Больше никто не увидит. Скупая мужская слеза называется. Неизвестно давно бескорыстная дружба мужская. Подчеркивается именно мужская, бескорыстная. Женщины, они все там с корыстю какой-то. Это подчеркивается. И ты это услышал, понял? Скажи, да, понял. Да, понял. Все. Я еще не могу тебя оторвать от этого. Ты, Ваня, понял? А мне всего один раз в неделю звонят. Мне один раз в неделю только звонят, не каждый день. Ну вот, понятно. У тебя изменения есть. Есть изменения потом в лучшую сторону. Вы вчера видели, как на костре уже по-другому у нас идет. И попели, и поиграли. Если вас не трогает даже то, что, я говорю, среди нас такие сестры, красавицы, и ты такой вялый, надежда потеряна. Это надо начинать уже, говорит, от отпевания единовмершего. Канун такой. Ну вот, Ваня, он такой вялый так-то в работе вообще. А вчера во время костра расцвел, я смотрю. Ну так что ты не расцвести-то, тут шлюпик у нас такой. Куда ни глянь. Поневоле. Что-то вокруг костра бегал даже. Мы объясняем вам, как правильно. Благоговение, девочкам соломудрием, чтобы одевались они прилично. Ну то есть ты понимаешь, что это так, Господь заложил, чтобы ты себя подтянутым чувствовал. А она увидит, какой урок леди, да кому ты нужен такой-то? Ты сам себя не прокормишь. Все понятно, я говорю. Никогда ни на кого не обижайся. Один раз сказали, запоминай. Игна Тихонич, я хотел не о костре сказать, а тут увидел я воробьев таких больших двуногих. Садятся на жерди и ломают их. Ну не специально, а просто садятся. Где, здесь или там? Вот здесь вот, ну наши лагерные. И около туалета, где черемуха тоже кто-то. Может даже за черемуху кто-то уже полезет. Да нет, только там на костре, там двойная жердь. Надо там скорее большие закопать и подтянуть туда, чтобы это не завалилось. Вчера вот этот воробушек Кирилл сидел вот здесь и на моих глазах он сломал жерди. Сломал жердь кто? Ну вот Кирилл. Ну как? Жердь для чего? Для того, чтобы скотина подошла, не заходить, а вас какая-то нечистая сила ломать тянет. Не садитесь туда, это не для этого. Жердь, отдельно выпилить, привезти, ошкурить и прибить на это место. Ты понял? Да. Теперь думай с кем как договориться, когда своими руками, своей ножовкой отпилить такую же по толщине. И около туалета кто сломал, где черемуха? А то уже не в жизни согласятся. Не мы. Он будет туалет на место держаться. Это все деревенские приходят и ломают. Нигде ни на какую жердь не садись, она у нее назначение, это другое. Ну все, сломал дальше, обернулся, никто не видел, нет. Все, а теперь не сознаюсь. Пусть здесь и человек страдает, а меня не найдут. Найдут. Господь тебя найдет в другом месте. Ты совсем не ты, но ты будешь отвечать. У Бога-то все вымерено. Вот однажды в одну камеру одного посадили, в другого, в третьего. Но они посидели маленько, стали говорить, а ты за счет? Да и за счет взяли, говорят. Говорят, я шесть овечек украл. Да что бы я их воровал-то? У нас все дома есть. Он говорит, интересно как. Да ты даже, я даже не знаю, где овечки-то эти. Игана шесть. С чего бы ради я их трогал? Украл я. А куда бы я их дел? Кто-то, а другой посидел где-то. У вас-то еще статья. А у меня, говорят, я человека убил. Да где я его убил-то? Доказывает следователь, ваши следы, отпечатки пальцев. Я говорю, даже не был там. А третьего взяли за измену, что с женой прокурора связался. Тот говорит, да я близко к дому не подходил. Да как это может быть? И все так порассуждали. Да какая же это правда. Любого берут. Ага, у него найден гашиш. Найдено там на свай. Посадили, все. Наркотики. Понимаешь, как вот. Когда говорят, сидел, и говорят, вот наркоман. Да это любому подкинуть. Я говорю, а почему мне не подкинули? Слушай. Мне не подкинули и не подкинут. Андрей. Да как вы так уверены? А так. Я маленько винт сделаю. В Новосибирске нас перевели на другую работу. И пропускная система усиленная. Большие фотокарточки. Я зашел на завод. Я говорю, а зачем нас туда прислали? Новый цех закладывать. Мы строительная бригада. А почему фотографии большие? Так это же военный объект. Военный? Странно. На что готовят здесь военные самолеты? Я развернулся на выход. Я говорю, выпустите меня. А почему? Ну, выпустите и все. Начальника вызвали. Ну, почему? Военный завод я не знал. Я в этом не участвую. В ваших играх. Я христианин. Не слыхал такого первый раз. Понятно как? И дальше разговор пошел по-другому. Назад пошел так. У вас задерживаем. У вас, оказывается, водка с собой была. Вы занесли водку сюда и там распивали. Я подошел к нему, к начальнику, говорю. Слушай, потихоньку. Я в рот не беру. Это все знают. Тантовой застырь. Весь завод будет смеяться. Да вы что? Так, пропустите его. Весь наркотик кончился. Ну, ни один человек не поверит. Я в рот не беру. Я всю жизнь борюсь против алкоголя. Как поверят-то тебе? Они хотели на этом спровоцировать меня и вернуть обратно на работу. Ничего не получилось. И вот они сидели. И один говорит. Сдайте, ребята. Я, наверное, все-таки за дело взят 6 овечек. А как? Я однажды, говорит, с соседом поспорил. Ну, а тот меня там толкнул или ударил. А у него овечки были. Я ночью пришел, говорит, взял, открыл. Ну, овечки-то и вышли из ограды-то. И волк 6 овечек задушил. Ну, никого не нашли. А теперь те 6 овечек, спустя 5 лет, теперь ему навешали вот сюда вот. А один посидел. Так если так судить, так и я виноват. Я, говорит, пас, когда-то в горах. У меня здоровые собаки волкодавы были. И там какой-то, не знаю, бомж. Ну, собаки кинулись, они его сильно покусали. Я подумал, отвечать придется. И собак не прогнал, они его растерзали. Так я тоже убийца. Убийца теперь, теперь то убийство. А так, говорит, было 10 лет назад. А теперь ему его вешают. А тот-то, который с женой-то прокурора был, да, говорит, так судить, так и я виноват. Я, когда молодой был, подружился с девушкой, пообещал ей жениться. Ну, и добился своего, и бросил ее с ребенком. И я виновен. Так вот, надо всякое, говорит, происхождение, это болезнь от греха. Отчего у тебя болят почки? Отчего у тебя глаза больные? Отчего ты плохо слышишь? Отчего у тебя рука не гнется? Там, вспомни, там, где. А вот на ногах у нас косточки, женщины, особенно пальцы на ногах, вот так вот они и делаются. Почему? Танцевала. Танцевала. Ну, и что спрашиваешь? Ходила на высоких каблуках? Ходила. Что спрашиваешь-то? Ты изуродовала сама себя. И молчи по этому. А теперь ходила в колготках. Это не колготки, а там щелки-то эти прозрачные зимой. Ходила. Ну, теперь с тебя все и течет. Ты зачем надевала-то? Кого соблазняла-то? А на тебя все эти взгляды, походы, и теперь ты сгниваешь все. Все поняла. Надо научиться рассматривать самого себя. Написано, исследуйте самих себя тщательно. Страницу за страницей своей жизни. Что там написано? Как жили? Я с тобой разговариваю. Вам тоже уже еще исследовать? Никогда не прячьтесь, когда что-то сделали не так. Сразу подойди к старшему. Тем более ты свободен от этого будешь. Наказание твое будет меньше, и вместе поскорее постараемся выправить. Вот и все. Значит, кто сломал две жерни, там найти. Все вместе, значит, две жерни заготовить. С ними сходить, взять пилу, двуручную, чтобы они спилили, и две березки привезли сюда. Понятно? Это сделать понедельник. Сегодня уже суббота. А то можно было и субботу, в субботу, говорится, пройти. Вот такая история. Еще одно удивительное дело. На костре жалоб не было. Я вчера домой-то поехал пораньше. Ну, еду-то не по правой стороне, а по левой. И прямо на повороте-то. На полном ходу Людмила едет. Я только отвернул от нее. Но я даже не видел, что она оси везла. Илью! А? Илья! Илья! Илья. Вот так. Ну, все. Наверное, к завтраку пора. Пойдемте помолимся. Сегодня 20-е. Запомните, 20 июня это самый длинный день в году. Завтра будет послезавтра почти 7 дней. Он стоит на одном месте. Называется летнее солнцестояние. Этот день колдуны выбрали для Гитлера. Когда напасть можно, все ему предсказали будущее. Какой успешнее будет война. Ему правду говорил открыто один колдун. Вольф Местинг. Прямо сказал. Гитлер с ним встречался. Сталин встречался. Он сказал, победа будет на стороне Советского Союза. И его тут же взяли в тюрьму. Но он оттуда вышел. Он отвел им глаза все. Видели фильм, как она скрывает все двери и уходит? И перешел границу в Советский Союз. Колдуны иногда предсказывают. А нам не надо к ним обращаться. Гитлер связан был с нечистой силой. Почему его все время назвали бесноватой. Боже, милостив, будем не грешному. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи. Прости меня грешно. И помилуй. Я стихи дары Твои словом истинной молитвы. Аминь. А ну-ка поклонимся, посмотрю, как. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну все, платочки. Картошку вчера шли подать во стол. Все, за стол. Молодцы. Вот, Тимоша. Ксения, ты у бабы-то еще одна баланска. Понравилась бабе? Да. Выбежит, как дела идет? Давайте здесь, мы есть. Давайте на кучи. Нет. Так, сейчас спрошу. Нет, здесь. Да? Здесь все, а вот здесь надо. Здесь больше комаров. Так, кто будет дежурить? По дружным здесь, по завтраку, садитесь. Так, дежурить будет Нестор и Ксюша. Светой воды дай. Этой давали пить? Да. Да, сейчас. Так, ну-ка иди сюда, Вика, где нам нет? Они за водой. Значит, Вики дай, тебе пить воды, этой, березовке, ложку меда. И ты сейчас не обедай, потом обедаешь отдельно. Иди. Сегодня день особый, ты поздно встала. Ее надо отправить отсюда домой, здоровой. Видишь, Арсений, как мы делаем? Чтобы ни одного больного у нас не было. Во славу Божию. Давайте, внимание. А что стоите-то? Дежурный, что ли? Да. А где колпачки? Сейчас, забуду. Ты подвородок не заталкивай в это, опусти. Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Все время разобываясь накрывать. Во славу Божию. Воды святой, дай-ка нам... Валентина, маленько подождите. Сейчас. Надо бак будет закачать по каждой среде. Поехать. Валентина, маленьком подождите.